День Города 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 смогли полюбоваться праздничным салютом, который прогремел в небе над Рязанью. Впрочем, у праздника была и обратная сторона. Четыре дня отдыха увеличили число происшествий, включая аварии со смертельным исходом и пожарами. Эти страшные кадры разлетелись по соцсетям не только рязанских, но и всех российских пабликов. Мужчина снимал праздничный салют, но в объектив попал водитель Весты, который практически на полной скорости влетает в пешеходов. Кадры везде маркируют пометкой 18+. И это неудивительно. Трагическое происшествие произошло 9 мая на Первомайском проспекте города Рязани приблизительно в 22 часа 2 минуты. 43-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил наезд на пешехода, 58-летнего местного жителя. По предварительной информации, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Сотрудникам госавтоинспекции остается установить все обстоятельства произошедшего. В том числе и скорость машины. Визуально можно предположить, что «Веста» ехала на большой скорости. Проверка уже проводится. Всего за праздничные выходные в авариях погибло 2 человека. 30 получили травмы. Зарегистрировано больше 140 ДТП. 42 водителя, видимо, в честь праздника и вовсе сели за руль пьяными. На территории области выявлено 485 нарушений, связанных с управлением тонированными автомобилями. Также 2 нарушения допущены водителями автобуса. 26 водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления. А 42 нарушили правила дорожного движения, совершенных пешеходами. 64 нарушения, совершенных водителями мототранспортных средств. Также пресечено 32 нарушения правил перевозки детей. Не обошлось и без пожаров. Это кадры возгорания на рынке у 11-й больницы. Площадь пожара поражает своим размахом 150 квадратных метров. Для тушения привлекалось 6 единиц техники. Участвовал 21 человек. Тут же по ходу тушили еще и горящий мусор и сухую траву, больше 80 случаев. Из десяток техногенных пожаров. В следственном комитете тоже кипит работа. Так рязанцы осудились за причинение смерти по неосторожности своему малолетнему сыну. Все произошло еще в прошлом августе. Следственным судом установлено, что 9 августа 2021 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время обучения своего малолетнего сына плаванию потерял координацию и выпустил ребенка из рук. Находясь без поддержки на глубине водоема, превышающей его рост и не умея плавать, мальчик не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул. Приговором суда виновному назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Не обошлось и без мелких происшествий. 61 рязанец обратился в медучреждения, в том числе 28 детей. Все пострадали от укусов клещей. Больше всего их зарегистрировано в Рязани, а также в Касимовском и Пронском районе. Тем не менее, на территории области инфекционных заболеваний, передающихся клещами, не зарегистрировано. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Коридор затмений, ретроградный Меркурий, переход Юпитера в другой знак. Все эти события среди планет и других небесных объектов так или иначе повлияют на жизнь здесь, на Земле. Заметили влияние небесных светил на события земные еще древние люди. А современные астрологи не просто прогнозируют, но и дают рекомендации, как действовать, чтобы прожить тяжелый период с минимальными потерями. Коридор затмений, который начался 30 апреля солнечным затмением, завершится полным лунным затмением 16 мая. И произойдет это событие вблизи звезды Алголь. Звезда Алголь очень сильно проявлена в натальной карте главного террориста мира Усаму Бен Ладена. У него она находится в соединении с Марсом. И именно вот этот аспект дал этому человеку такую зловещую репутацию. Луна будет в знаке Скорпиона. Затмение случится ранним утром в 7.14 по Москве. Наибольшее влияние окажет на Америку, Южную, Северную, а также на Западную Европу. Наши полосы небесные процессы на этот раз коснутся меньше. Но странные рефлексивные мысли непременно возникнут накануне, во время и чуть после. Не находиться в общественных местах 16 мая, избегать каких-то шумных споров, выяснений каких-либо отношений. И особенно вот эта подозрительность, когда в голову лезут всякие интересные мысли, максимально от этого стоит отстраняться. Время действительно напряженное. А 10 мая еще и Меркурий развернулся. Таких периодов в последнее время принято бояться. Но это лишнее. Это наши собственные ошибки, допущенные в прежние моменты. Он уже который раз идет по воздушным знаком. То есть, называется, все ошибки коммуникации. Все моменты того, что какие-то там когда-то в документах были допущены неточности, погрешности. Вот они сейчас все всплывут, упадут нам на голову. И мы будем дружно хором их исправлять три недели. Выдохнем потом до следующего ретроградного Меркурия. А событием, которое вносит радость и освещает грозную атмосферу затмений и ретроградное движение Меркурия, стала ингрессия Юпитера. Досрочная. До 28 июля. Окончательно планета сменит знак только в следующем году. И тем самым сподвигнет каждого из нас к новым свершениям. Уже сейчас можно планировать, что мы будем делать в следующие 12 лет, куда пойдем учиться, чему, что можем сами для себя сделать. В общем, как-то расширять свои горизонты. И вот всегда, как бы, коучи советуют выходить из зоны комфорта. Нет, надо расширять зону комфорта. Итак, напряженные аспекты держат всех в ежовых рукавицах. Настроение может быть подавленным. И веры в улучшение почти не остается. Но знайте, закончатся периоды затмений, и Меркурий снова пойдет прямо. А мы выйдем в новое, светлое будущее, пройдя уроки, которые нам преподносит космос. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Борьба с телефонными мошенниками. Снижение ставки по льготной ипотеке и отцовский капитал. Главное изменение в законодательстве в мае. Валерий Седов. С 1 мая вступил в силу закон, который поможет в борьбе с телефонными мошенниками. Теперь каждый оператор связи обязан будет передавать коллегам в других сетях абонентский номер или уникальный код идентификации. В дальнейшем и вовсе обещают создать единую систему для отслеживания подменных номеров. Ставка по льготной ипотеке снижена с 12 до 9%. Проект уже внесен в правительство. Кстати, с предложением снизить ставку и продлить программу до конца года выступил Владимир Путин. Напомним, ставку ранее повышали. В апреле с 7 до 12%. С мая вступили в силу изменения в законе, которые позволят получить маткапитал отцам. Они получили право на выплаты, например, если мать ребенка без гражданства России умерла или объявлена умершей. Отцовский капитал положен также, если мать оставила ребенка в роддоме или больнице и дала согласие на усыновление. Плюс в Минтруде пояснили, что новая норма даст возможность мужчинам получить маткапитал и при рождении детей от суррогатной матери. Заявление, как и всегда, можно оформить на госуслугах. Там же можно оформить выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Досрочный прием заявок стартовал еще в апреле. Размер пособия составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи. Плюс соцвыплаты можно защитить от списания за долги. И такой закон вступил в силу. Теперь банк должен получить отдельное согласие на списание единовременных выплат в счет кредитной задолженности. При этом заемщик в течение двух недель может отозвать свое согласие. В таком случае банк обязан вернуть средства. А денег этих теперь можно перевести больше. Теперь по системе быстрых платежей можно переводить до миллиона рублей. Комиссию, правда, никто не отменял. Ежемесячный лимит на переводы без процентов по-прежнему составляет 100 тысяч рублей. Одно из главных изменений в текущих реалиях – это поправки в Кодексе об административных правонарушениях. За отождествление действий СССР и нацистской Германии грозит штраф до 2000 рублей. Либо административный арест до 15 суток. У должностных лиц и юридических суммы выше. При повторном нарушении наказание вырастает. Газ для вечных огней и огней памяти станет бесплатным. Раньше случалось, что за долги в оплате газа со стороны местных властей их могли потушить. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и Газпрому обеспечить реализацию инициативы до 1 мая. На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страничках в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова